Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде обсудили на встрече со студентами в областной библиотеке имени Горького. С участниками говорили на их языке лекции об истории исламского экстремизма, новых религиозных движениях и сектантском экстремизме, прочитали студенты и аспиранты МГУ и ТВГУ. Как отметил Андрей Безруков, зачастую проявления агрессии кроются в незнании. Главная опасность для наших студентов в том, что не зная основ религии, они становятся материалом, из которого можно вылепить все что угодно. То, что сейчас на слуху, это ИГИЛ, организация, исламское государство, которое, как ни странно, сами мусульмане не признают исламским. Кто-то говорит, а мы возрождаем славянские истинные религии. На деле, к сожалению, зачастую за вот этими прекрасными и правильными словами стоит тот же экстремизм. Перед входом в лекторию была представлена выставка «Обвиняется терроризм», где можно найти книги об истории политического терроризма, современное издание о правовых основах борьбы с этой деятельностью, уголовной ответственности, работе спецподразделений. Подобные мероприятия призваны заполнить пробел в знаниях студентов. Организатором встречи выступил областной комитет по делам культуры. «Противодействие экстремизму и терроризму мы должны в себе воспитать все. Это толерантность, как стиль поведения, как стиль мышления в нашем обществе. Правительством нашей области и всеми структурными подразделениями уделяется большое внимание. У нас на уровне региона разработан план на 2014-2018 год противодействия экстремизму и терроризму. И вот в рамках этого плана мы с вами сегодня и работаем». По статистике прокуратуры Тверской области, с начала года в регионе было совершено 14 преступлений экстремистской направленности, 8 из них в сети интернет. На учете в органах полиции находятся 14 подростков, придерживающихся идеологии нацизма, а также радикальные фанаты. Что примечательно, асоциальными этих молодых людей назвать можно едва ли. Только один из них не обучается в ВУЗе. Как вовремя обратить внимание на таких сокурсников и помочь им? Об этом также рассказали студентам. «Толерантность, ну или проще сказать русским словом терпимость, не придавая этому оттенок терпимости, что надо что-то терпеть, а наоборот понимая, что Россия – это многонациональная страна с большим количеством национальностей, религий под единой крышей. Мы должны вместе продолжать существовать, не сосуществовать, а жить вместе как большая семья». «Толерантность, конечно, в основном это как болезнь. Лучше ее предотвратить, чем лечить. Очень важно студентам, молодым людям, школьникам, которые учатся где бы то ни было, именно проводить такие лекции, как проводятся сегодня, разъясняющие». Марина Евстрас, Илья Чечен, рентовый пилот.